Кладем пачку молока, пачку сока. Давайте мне две пачечки макаронов. Работы педагогам, конечно, прибавилось, но детей надо накормить. Учителя с утра оперативно разбирают коробки со сгущенкой, крупами, консервами и тут же фасуют все по пакетам. За готовыми наборами уже начали приходить родители. Ольга одна воспитывает дочь, поэтому девочка в числе льготников. Мы очень благодарны за организацию такого питания. Ребенок очень будет доволен. Сегодня вспоминали, как раз думали, что наше такое блюдо, макароны с тушенками, не ели уже неизвестно сколько, вот появится повод поправить. Всего в 32-й школе 92 семичи. Дети обедали в столовой бесплатно. Родители уже оповестили, что нужно забрать продукты. И даже время каждому свое назначили, чтобы не создавать длинных очередей. Ведь главное не забывать и о безопасности. Педагоги на пункте выдачи строго в масках и перчатках помещения постоянно моют и дезинфицируют. Обратите внимание, что в таких наборах нет скоропортящихся продуктов, никаких фруктов и овощей. Хватит этих товаров школьнику примерно на две недели. Весит такой пакет где-то 6 килограммов. Наборы будут раздавать строго по времени. В школе составили свою графику. Правиться с раздачей продуктов планируют за несколько дней. У нас три точки раздачи будет. То есть три человека, которые будут выдавать эти наборы. И, собственно говоря, в течение получаса три человека будут получать. Ну и нам хватило времени с 8 до 8 вечера отработать. Ну и плюс суббота для тех, кто работает, вынужден ходить на работу, они могут получить в субботу тоже до 8 вечера. По такой же схеме выдавать продукты, которые компенсируют горячее питание, будут во всех школах края. Всего в регионе 97 тысяч учеников, которым полагается набор. Это дети из малоимущих семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Состав наборов в районах края может быть разным. Мы понимаем, что в каждой муниципалитете и в каждой школе сложилась какая-то индивидуальная ситуация, связанная с организацией питания. Поэтому есть некие отличия, но они не принципиальны. Где-то крупа заменена макаронами, где-то разные виды круп, где-то консервы, которые есть и в самой школе, либо у поставщиков на местах. Есть отступления, но в целом они соблюдают наши рекомендации. Выдачей продуктов, наборов занимаются исключительно в школах, поэтому обращаться нужно в учреждения, где учится ребенок. При получении необходимо написать заявление. Кстати, в отдаленных селах продукты будут развозить прямо по домам. Когда? Сообщают сотрудники школы. Екатерина Павленко, Александр Ермошенко. Инисей. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok